Мы опять в пути. Меня зовут Олег Шкомов и я приветствую вас на канале. Давай попробуем. Мы продолжаем свое путешествие по провинции Мерсин. И сегодня я предлагаю вам отдохнуть. Как вы на это смотрите? Надеюсь, что положительно. А вот как отдыхают турки? Интересно? Тогда усаживайтесь поудобнее. Начинаем. Имея под боком, как говорится, такой клад, как море, мы бы, наверное, только туда и ходили бы отдыхать. Расслаблялись бы на пляже и получали солнечные ванны. Они периодически погружали себя в это чистейшее море. Да мы так и делаем, когда приезжаем на море. И это логично, ведь находясь дома, мы так часто о нем вспоминаем и представляем. И, конечно, турки тоже очень любят отдыхать на пляже у моря. Порой приезжают всей семьей или с друзьями. Они проводят здесь весь день. Красота. Но кто из нас вот так вот не мечтал жить у моря? Но живя рядом с морем, это не значит, что всегда можно отдыхать только на море. Можно вот так вот, по-простецки, встретившись с друзьями, заварить чайку с такими потрясающими видами. Хотя, это все равно на море. Хорошо. Тогда идем на прогулку по набережной. Тут есть все для отдыха. И для активного, и, как говорится, для пассивного. Турки очень любят это место. Конечно, такие красивые виды. Хотя, подождите. А это ведь опять у моря. Так, сейчас, сейчас, сейчас. О, кинотеатр. Замечательно. Или вот, например, развлечение всей семьей на аттракционах. Вот это вот отдых, так отдых. Полный отрыв, буря эмоций. Красота. Здесь можно действительно хорошо отдохнуть. Ну, а после такого отрыва, мне кажется, нужно немножечко отдохнуть. В каком-нибудь ближайшем ресторанчике или кафе. Да еще, если вот такие красивые виды, так это вообще, по-моему, полный улет. Так, стоп. Это же опять море. Ну, неужели весь отдых в Турции так или иначе связан с морем? Ну, наверное, в основном все-таки да. Море, оно есть море. А что, если нам все же взять и отъехать от моря вглубь? Например, в горы. Ведь, как сказал Высоцкий, лучше гор могут быть только горы. Да еще на которых ты не бывал. Ну что, направляемся в горы? В горах можно найти очень много красивых мест, где можно остановиться и отдохнуть. И турки так и делают. Собираются и едут отдыхать в горы. И мы сегодня направляемся на отдых в горы. В одно очень красивое и популярное место. Не только у местных жителей, но и таких же туристов, как и мы с вами. Доктор Ери. Находится оно в окрестностях городка Лимонлу. Дорога туда очень красивая и живописная. Ведет вдоль русла горной реки с потрясающими видами и просто захватывающий дух. Но ведь согласитесь, действительно очень красивые дороги и красивые пейзажи вокруг. И еще, будьте внимательнее на этих дорогах. Вы можете здесь постречаться с павлинами. Да-да, с настоящими павлинами, причем в дикой природе. Вот они, пожалуйста, здесь живут. Доктор Ери находится в очень красивой долине. Она утопает в зелени и здесь потрясающий свежий воздух. Он просто валит с ног. И как же тут приятно прогуляться вдоль горной реки. С небольшими порогами, но создающие великолепные планы для снимков. Виды, конечно, великолепные. Бирюзовый цвет воды в реке заманчиво притягивает взгляд. Вызывает желание окунуться. Но вода, конечно, прохладная. И тем не менее, летом здесь очень много желающих освежиться. Люди приезжают сюда с семьями, с детьми, компаниями. И проводят здесь весь день, наслаждаясь этой потрясающей красотой. Тут можно устроить пикник, взяв с собой определенные продукты. И многие так и делают, уютно разместившись на одном из столов, находящихся на территории. Но если вы не хотите таскать с собой сумку с продуктами или готовить, пожалуйста, здесь находится очень интересный ресторанчик. Над ним нависает часть скалы, таких внушительных размеров. И часть столиков находится прямо на воде, где гуси и лебеди, не стесняясь, подходят и попрошайничают. А посетителям, мне кажется, наоборот, такая забава по душе, и они с удовольствием их подкармливают. Если мы тут бываем, то мы обязательно здесь заказываем шашлык из баранины и очень вкусных рябчиков. – Дай, покажи рябчика. – Это рябчик ее. – А вот, ну достань его, он виден, что он рябчик. Ну, вот такой вот рябчик, вот такой вот. Вот бараненко, все понятно. А рябчик, вот такой вот рябчик. – Мじiances вот здесь вот получите, вот такой вот. – О, рябчик, ага, вот, все. – Еще раз пятый рябчик. – Все. – И бараненко. Все. Ну, приятного аппетита. Так что, если вы здесь будете, обязательно попробуйте. Это действительно очень вкусно. И еще, приехав сюда, я вам советую сначала зайти в ресторан и сделать заказ. Пока его вам будут готовить, вы как раз сможете прогуляться по этой потрясающей территории и насладиться всеми красотами, которые здесь находятся. Ну, а нагулявшись уже сесть и, как говорится, насладиться не только окружающей красотой, но и очень вкусной едой. Да, это действительно такое чудесное место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Тут поблизости есть еще один ресторанчик, вы не перепутайте. У этого ресторанчика такая визитная карточка, это вот нависающая скала с большим турецким флагом. А также для тех, кому неохота подниматься в горы, либо еще по какой-то причине, есть еще один ресторанчик внизу. Он как бы у подножия горы. Он также расположен на реке, но я там не был, поэтому что-то советовать по нему я не могу. В провинции Мерсин очень много интересных мест, которые хочется посетить, но, как оно бывает, не хватает времени. Но зато всегда остается загадкой, а что же там за поворотом. Друзья, забыл сказать, что в провинции Мерсин находятся банановые плантации, и бананы здесь очень вкусные, рекомендую попробовать. Друзья, надеюсь, что вам понравился этот ролик. Путешествуя со мной, вы смогли отдохнуть, увидели новое красивое место. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь. Я буду этому очень рад. Не прощаюсь. Надеюсь, что мне будет что показать вам в следующем ролике. Всего хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok